У каждого муниципалитета скоро появится инвестиционный паспорт. Об этом заявил на заседании Высшего экономического совета глава Чувашии. Об итогах уходящего года и перспективах реального сектора в нашем материале. Удержаться на плаву в 2020-м предпринимателям было непросто. Правительство страны и региона приняли комплекс мер по минимизации рисков для бизнеса общества. Миссия выполнена, считает глава республики. Экономическая ситуация стабильная, спад минимальный. В связи с решениями президента страны, которые были направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии, у нас более чем 28 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, это в основном малый и средний бизнес, получили поддержку в различных формах. Это отсрочка арендных платежей, отсрочка оплаты налогов, субсидии на оплату заработной платы, льготные кредиты на поддержание численности работающих. К гарантийному фонду «Чувашии» на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 454 миллиона рублей. Пока фонд обеспечил поручительство на реализацию 36 инвестиционных проектов. Поддержка предпринимателям чаще всего нужна была при покупке оборудования, транспорта, строительстве и приобретении недвижимости. Мы единственные из 10 регионов, которые вошли в индивидуальную программу социально-экономического развития, которые на 100% выполнили все плановые показатели. Так, на сегодняшний день гарантийный фонд у нас вообще имеет уникальный размер капитализации, более миллиарда рублей. Данная мера позволяет нам выдавать поручительство от республики на сумму до 100 миллионов рублей. Это одна из, наверное, самая крупная даже в ПФО сумма, поэтому здесь у нас есть конкурентная преимущество. Большие планы на следующий год по развитию Новочебоксарска. Намечена реализация 42 инфраструктурных и 14 инвестиционных проектов. В городе планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития. Инвестпортфель предполагает привлечение более 12 миллиардов рублей. На сегодня есть договоренность с 18 потенциальными резидентами, которые планируют создать 21 новое производство. В кратчайшие сроки каждый муниципалитет должен разработать инвестиционный паспорт, где будут учтены инфраструктура, экологическая обстановка, сельскохозяйственный потенциал и другие особенности территории. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.